Вот последствия урагана. Боимся тут ходить, боимся всё разрушиться. Ребятишка перевела в нашу комнату. Мы сами спим в зале. Никого не подпускаем ребятишек. Ольга боится, что обвалившийся потолок в любой момент рухнет вместе с мужем и четырьмя детьми. Они теперь ютятся в одной комнате. Пока не было света, газа, то в Ковыкино отвозили ребятишек, спали там. Вот. Люди накормили. Спасибо людям. Не ждали этого. Ночами не сплю. Внезапный ураган сломал крышу не только в их доме, но и в домах свекрови и брата. В Ковылкинском районе селу Парапино от стихии досталось больше всех. Пострадали 60 семей. Ураган снес кровли домов и надворных построек. Самый большой ущерб на Ковылкинской улице. Многие остались буквально без крыши над головой. Сразу накрыли пленкой. И молимся Богу, чтобы нам помог, не пошел дождь. Анна Ивановна ураган вспоминает с ужасом. Они с сестрой сидели на крыльце, радовались долгожданному дождю. И вдруг пронесся такой смерч, что приподнял их вместе с крыльцом и бросил на землю. Теперь крыльца нет. К счастью, все остались живы. Я успел схватиться за дверь, а ее схватила, и она сидела на кресле. И вместе с ветром, ведь я поднял вместе с крыльцом ее, и на пол бросил. И я смотрю, все разрушено, она на полу, кричу. За считанные минуты ураган повредил десятки домов и сараев, оборвал линии электропередач. Люди два дня сидели без воды, газа и электричества. Света у многих нет до сих пор. Парапинцы уверены, если бы сельские и районные власти сразу отреагировали на их беду, поломки удалось бы ликвидировать гораздо быстрее. Сегодня утром я звоню главе, где-то полу восьмого, Елена Егоровна. Вы комиссию создали. В чем дело? Почему нас не собираете? А я, говорит, не получил никакую команду. Ни от районного начальства, ни от республиканского начальства. Я говорю, как? У меня кухня, там весь угол сломался, развалился. Окна разбиты у меня. Ладно уж я молчу, вот эти заборы. Мне не надо вот это. Но мне надо вот, я прошу помощь, чтобы вот крышу мне заново поставить. Я инвалидка. Суду взяла. Я вот это суду не платить теперь надо еще четыре года. Без крыши остались и пенсионеры Чекашкины. Пожилые люди боятся оставаться в собственном доме. Ночуют у родственников. Мы просим помощь. Мы пенсионеры, оба больные. Он инфарктный, хозяин мой, я тоже сердечница. Хотя бы выделили бы нам на восстановление крыши. И только на третий день сотрудники районного отдела МЧС начали подворный обход, фиксируя причиненный ущерб. Увидев Ларису Громову, мы хотели обратиться к ней за комментарием. Но начальница отдела по делам ГО и ЧС Ковылкинского района убежала от нас так, как по должности не должна убегать и от огня. Так и не объяснив людям, куда им приходить за справками. Какие документы надо собрать, чтобы это... Я вам сейчас скажу. Она по телефону сразу начала разговаривать и убежала. Это называется у нас такая хорошая помощь. Глава села сказала, что обо всех пострадавших знает. И справки всем рано или поздно выпишет. Все мы знаем, о всех знаем, что люди пострадали. Надеюсь, район поможет, республика может. Будут обращаться с ходатайством в район, может и республика поможет. И пока местные власти только собираются составлять акты причиненного стихии ущерба, пострадавшие жильцы боятся, что их дома совсем рухнут. Стены потрескались и трещины становятся все больше. Нужен срочный ремонт. Есть специальный закон, он 68-й, в статье 18-я, от 21 декабря 1994 года. Там этот закон специальный, он так и называется, защита населения и территории после стихийных бедств. Люди просят, чтобы им оказали необходимую материальную помощь. И если местные чиновники ответят отказом, будут писать жалобу президенту России. Людмила Чекал, Николай Лушкин. Наши новости. Парапино, Кавылкинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова